добрый день я врач я могу помочь многим из вас но прежде чем рассказать что я могу вам помочь сделать немножко расскажу о себе я врач 1987 году то есть более 25 лет назад закончил киевский медицинский институт но я кроме того что врач я еще и фитотерапевт в седьмом поколении моей семье много было врачей которые лечили травами и я тоже получил эти традиции получил эти наработки и лечу травами 6 лет я преподавал в медицинском институте на кафере фитотерапии студентам как правильно лечить травами кроме того что я фитотерапевт я еще и диетолог то есть я знаю что такое правильное питание зависимости от вашего пола от вашего возраста от ваших диетических привычек от тех климатических условий в которых вы находитесь от того вида работы которую вы выполняете и от тех болезней которые вы уже приобрели очень сложно обычному человеку учитывая все эти факторы выстроить для себя именно правильное питание индивидуально для себя я знаю как это сделать а большинство из вас нет именно поэтому вы приобретаете те или иные болезни сложно ожидать если вы в свою любимую машину зальете не тот бензин что она будет хорошо вас возить что мне ничего не испортится вот когда вы в свой организм водите не то питание которое он рассчитан он тоже имеет право болеть и так как вы пытаетесь все-таки дать ему все необходимое чаще всего вы переедаете и у вас появляется избыточный вес или ожирение то есть вес начинает увеличиваться чему это приводит есть множество различных осложнений вот этого состояния если вы пытаетесь сбросить вес физической нагрузкой начинаете бегать плавать идете в тренажерный зал чаще всего вы нагрузку избыточным весом увеличиваете на суставы у вас возникает боль в ногах боль в мышцах боль в суставах врач вам поставить при этом артрит полиартрит артроза артрит артроз остеохондроз позвоночника тоже может быть если вы много лет имеете избыточный вес даже понемножку он есть много лет вас изменяется артериальное давление вас повышается давление появляется гипертоническая болезнь и гипертония если вы мужчина то у вас активно развивается атеросклероз сосудом а атеросклероз сосудов сердце это ишемическая болезнь сердце или стенокардия или ищения атеросклероз сосудов мозга и вы начинаете забывать ту информацию которую раньше помню вам очень сложно усвоить новую информацию потому что мозг не получает правильное питание если вы хаотично питаетесь пытались когда-нибудь снижать вес то как правило при этом нарушается работа печени появляется ожирение печени или жировой гепатоз или стеатогепатит а после этого при таком состоянии печени очень легко появляется метаболический синдром или по-другому называют смертельный квартет который входит кроме той гипертонии которую я уже обозначил кроме атеросклероза сосудов и кроме поражения суставов под названием подагра появляется еще и сахарный диабет и почему называют метаболический синдром смертельным квартетом потому что все эти признаки все приводят тому что ухудшается состояние сердца и сосудов и резко повышается риск инфаркта либо инсульта а проблемы сердца и сосудов это номер один среди причин смертности причем умереть можно в любом возрасте и частота инфарктов и инсультов это говорит статистика в возрасте от 20 до 50 лет увеличится в сто раз то есть если на 100 тысяч населения в 20 лет был всего один инфаркт то в 50 лет будет сто инфарктов вы считаете себя здоровым и смотрите в свой паспорт а вам нужно посмотреть зайти к доктору чтобы он вам сказал какое ваше состояние и что с этим делать знаете я много лет уже работаю врачом я вот эти все ситуации ну знаю как их разрешить увидите стопочку это не все опубликованные мной книги да я автор этих там стоит моя фамилия причем большинство из них я писал один без авторов если бы я рядышком вот здесь поставил стопочку газет которых у меня были публикации у меня более тысячи статей в различные газеты эти журналы эта стопка вышла бы за пределы экрана что касается вот основы вот когда избыточный вес когда появляется сахарный диабет я тоже эти книги я сюда не положил вот они книги по лечению сахарного диабета я знаю как это делать я знаю как помочь вам как вылечить сахарный диабет как снизить вес безопасно для вас потому что когда при избыточном весе у вас есть одышка это не то что сердце уже работает плохо там развивается миокардия дистрофия когда появляется сердцебиение при небольшой нагрузке резко увеличить частота сердца сокращение сердца вы рискуете аритмией когда вы при нагрузке у вас чрезмерно повышается давление вы рискуете инфарктом инсультом все эти ситуации можно легко разрешить если правильно безопасно для вас снизить вес восстановить работу печени тогда большинство из перечисленных мой диагнозов они исчезнут потому что когда мужчина имеет избыточный вес да у него развивается атеросклероз сосудов но жировая ткань это кладбище мужских половых гормонов и мужчина без половой инфекции у него развивается простатит импотенция здесь есть такая публикация как бороться с хроническим простатитом и как попозже познакомиться с неприятным диагнозом под названием импотенция здесь есть публикации как восстанавливать ваши суставы они восстанавливаются и вовсе не обязательно делать операцию пока в суставе есть хрящ есть на чем наращивать и восстанавливать ваш сустав это можно делать через правильное питание через разумное назначение трав лекарств и фитопрепаратов это все можно делать но при одном условии если вы когда вы видите контакты моим под этим видео вы мне звоните или пишите по электронной почте которую вы тоже видите только в этом случае я могу сотрудничать с вами и помочь восстановить ваше здоровье и уменьшить проявление тех болезней которую вы проявили а некоторые возможные вылечить вы знаете сахарный диабет я лечу 4 месяца 80 процентов людей с сахарным диабетом восстанавливают нормальный сахар и это диагноз уже не волнует но очень важно чтобы вы обратились ко мне с сахарным диабетом до развития осложнений пока еще сосуды хорошие пока у вас нет проблем с сосудами с ногами со зрением с почками с сердцем когда я могу полноценно вы абсолютно станете здоровым человеком если у вас есть такие осложнения да я понимаю я вам скомпенсирую сахар но эти осложнения очень плохо уходит они очень плохо лечится они тоже лечат тут уже очень плохо поэтому не затягивайте с обращением и не важно на каком этапе вы ко мне обратитесь по большому счету будет у вас только избыточный вес или начнет у вас повышаться давление и уже будут какие-то проблемы с суставами или проблемы с сосудами или другие какие-то проблемы со здоровьем снижение иммунитета важно одно я могу вам помочь если у меня есть резерв времени а вы ко мне свое время на обратились я не могу оказать вам скорую помощь я не врач реаниматолог но я диетолог и фитотерапевт я могу помочь восстановить ваше здоровье и знаю как это сделать наилучшим образом с помощью правильного питания с помощью натуральных препаратов от вас зависит только одно звоните пишите я готов вам помочь единственное что я плохо говорю на английском не я говорю на арабском и китайском японском поэтому если вы хотите общаться со мной по телефону найдите русскоговорящего коллегу русскоговорящего переводчика и мы найдем с вами общий язык до встречи